Перестанет быть для пешеходов полосой препятствий. На Первомайской улице начался долгожданный ремонт. Песок, грязь, земля на прибордюрной части дорог. Но это временное явление. В городе продолжается генеральная уборка. Позади напряженная учеба, а вот впереди творческая биография. В профессиональную карьеру сегодня шагнули 16 ярославских архитекторов. Перелезла за парапет и начала свисать с моста. Врединские сотрудники МЧС спасали женщину на мосту через Волгу. Есть ли пострадавшие? Понимают хозяев с полуслова и даже помогают в буту. В областном центре прошел конкурс среди собак-поводырей. Более 130 участников из разных регионов Ярославля впервые стартовал всероссийский футбольный фестиваль. Мастер-класс для детей организовал российский футбольный союз. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Елизавета Корегина. Владимир Путин вышел на связь с Ярославлем через телемост. Около 20 учреждений открылись одновременно по всей стране в преддверии Дня медицинского работника. В связи с этим с врачами и главами регионов общался лично президент. Как обстоят дела в Ярославском здравоохранении на прямой линии Путину рассказал в Рио Михаил Евраев и участковый терапевт 9-й Ольга Беспокоева. Там отремонтировали регистратуру и кабинеты. Закупили необходимое оборудование, УЗИ-аппараты и два флюорографа. Теперь в переклинике сократилась живая очередь. Записаться к специалисту можно с помощью электронного помощника. Врачи работают в виде на системе здравоохранения, видят заключение пациентов, что заметно сокращает время приема. Всего во второй поликлинике обслуживаются 36 тысяч ярославцев. Нахождение в поликлинике стало очень приятно не только для врачей и медсестер, но также и пациенты ощущают вот это отношение и времяпрепровождение в коридорах поликлиники. Нагрузка большая на врачей в этой связи? Как вы оцениваете нагрузку? Достаточно. Но мы справляемся. Понятно. Ясно. Хорошо. Удачи вам. В ходе видеоконференции российский лидер подчеркнул, перед здравоохранением стоит задача повысить доступность и качество помощи. Сделать так, чтобы все граждане видели изменения к лучшему, позитивную динамику. В том числе в Ярославской области, которая является одним из важнейших регионов. Евраев доложил Путину о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе и мерах, принимаемых властью для повышения комфортности медуслуг. Так, в текущем году в рамках программы запланировано проведение капитального ремонта 117 объектов здравоохранения, приобретение и монтаж 14 зданий с использованием модульных технологий, покупка 26 автомашин, а также 478 единиц оборудования. Мы здесь дополнительно, вы знаете, приняли программу по отдаленной сельской территории, чтобы туда пришли врачи, фельдшеры. 100 миллионов рублей мы выделили из областного бюджета на приобретение квартир в дополнительной программе «Земский доктор», которая существует на федеральном уровне. И мы рассчитываем при помощи вот этих денег решить проблему нехватки учителей и фельдшеров в отдаленной сельской местности. Михаил Яковлевич, вы довольно быстро вошли в курс дел по Ярославской области, но я бы просил вас почаще бывать в трудовых коллективах, не только в медицинских, но и в других, поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. А Ярославль и Ярославль – один из крупнейших регионов, важнейших регионов в этом смысле. Создать комфортные условия для работы медицинского персонала – такую задачу поставил перед собой кандидат губернатора Ярославской области Игорь Милорадов. По его словам, на развитие медицины в регионе существенно влияют проблемы с долгами фонда ОМС перед лечебными учреждениями. В некоторых случаях они достигают десятки миллионов. Об этом он знает не понаслышке, являясь заместителем главного врача по хозяйственной части одной из крупнейших больниц области. Мы же не можем людям отказать в лечении. Независимо от того, пришел он платно лечиться, либо он пришел по полису ОМС. Ситуация сложная, и не только в нашей больнице. Я, насколько знаю, в других больницах такая же. Эти вопросы надо решать. Если меня изберут, конечно, я большое обращу внимание именно на медицину в нашей Ярославской области. К предстоящим выборам продолжает готовиться и Константин Тукеев. Кандидату на пост губернатора Ярославской области нужно преодолеть так называемый муниципальный фильтр. То есть собрать 52 подписи депутатов и глав муниципальных образований. Над этим работает команда Тукеева. Процесс предстоит завершить к концу июля. В своей предвыборной кампании претендент на пост главы региона рассчитывает на поддержку сторонников партии. Я, поскольку являюсь представителем партии пенсионеров, то, безусловно, это будет пенсионерам. Но эта партия, она представляет интересы более широких слоев населения. То есть население малоимущества, социально незащищенного. Поэтому, безусловно, я рассчитываю на поддержку вот этих всех слоев. Сегодня в штабе общественной поддержки Михаила Евраева собрались представители ветеранских организаций, законодательной власти, медицины и сельского хозяйства. Говорили о том, что важно для Ярославской области о самых простых, насущных проблемах. Глава региона на предстоящий сентябрьский выбор губернатор идет как самовыдвиженец. Собравшимся он рассказал о серьезных наработках в сфере экономики, заключенных контрактах, перспективах развития ярославской земли. Девиз Евраева – развитие, работа, результат. Сегодня он поделился целями, которые он преследует. А также инструментами, какими будет работать. Это поддержка предприятий, людей и увеличение бюджета. Мы сейчас серьезно работаем над инвестиционной составляющей, в нашу промышленность, в промышленный сектор, в туристическую отрасль. Для того, чтобы у нас появились новые рабочие места, поднятие уровня жизни жителей, то есть заработная плата – это такой ключевой показатель. Я, Михаил Яковлевич, сказал, я хочу, чтобы вы стали родным человеком для области. Он мне ответил, что так и будет. Мы общаемся со старшим поколением. И тут очень прекрасный отрасль. Полоса препятствий для пешеходов и молодых мам с колясками остается в прошлом. На Первомайской улице сегодня стартовал долгожданный ремонт. В ближайшее время здесь полностью заменят тротуары и асфальтобетонное покрытие, обновят светофоры. Кроме того, специалисты проведут работы по проекту «Чистое небо». Все провода, которые тянутся от фонаря к фонарю, берут специально устроенные инженерные сети в тело тротуара. Таким образом, на столбах освещения не останется никаких подвесов. Отмечу, что первый этап ремонта коснется участка от Ложской набережной до Красной площади. Этот отрезок сегодняшнего дня полностью перекрыт и исключен из схемы дорожного движения. На все работы на этом участке это 15 дней. То есть тут приносим свои извинения, конечно, всем жителям города Ярославля и просим чуть-чуть потерпеть на этом участке. Спасибо большое. Песок, грязь, земля на прибордюрной части дорог – это последствия прошедших выходные ливней и задача номер один на сегодня для тех, кто убирает Ярославль. Ежедневно город приводят в порядок более 160 человек. Они собирают мусор, подметают тротуары, чистят и моют дороги, косят траву. В помощь коммунальщикам свыше 50 единиц специальной техники используют подметальные и поливальные машины, тракторные щетки, погрузчики. Продолжается и работа по озеленению. Растения, которые на клумбах уже отсвели, заменяют дарами флоры, что продолжит радовать горожан яркими красками. Однако некоторым ярославцам природной красоты мало. Они пытаются декорировать город не только самым приятным творчеством. Остановочные комплексы у нас убираются ежедневно. Проходит мойка остановочных комплексов, также проходит устранение граффити. Но большая проблема в том, что после того, как остановки привели в нормативное состояние, в течение двух-трех дней опять появляется граффити, и эта работа не останавливается ни на минуту. В профессиональную карьеру сегодня шагнули 16 магистров и бакалавров. В Институте дизайна и архитектуры Ярославского технического университета прошла защита дипломов. Позади напряженная учеба, а вот впереди творческая биография. Марина Смарагдова побывала на последнем экзамене. Вот так, помогая друг другу, выпускники меняют проекты словно декорации. У Дианы Мельто необычная выпускная работа. Реконструкция квартала Поволжской набережной в районе Успенского собора. Она показала, как может выглядеть воспроизведение разрушенной церкви Иоанна Златоуста. Причем в современных материалах и с помощью высоких технологий. Либо ажурно-сетчатая, либо и вовсе голограмма. Призрак храма будет покоиться на острове Реального, обозначая место раскопок. Переосмысление будущего через прошлое. Современная архитектура – это искусство компромиссов. Дипломированным специалистам придется работать в непростых условиях, сочетая новые направления и тренды с исторической застройкой, которая уже существует в городе. Магистры Анастасии Смирнова и Дарья Павлова выступают в тандеме. У них тоже реконструкция городского квартала. Полтора года они работали над территорией вокруг Срединской церкви. Бакалавра Дарья Малинина разработала проект адаптации исторического здания для современных целей. Екатерининский пассаж в Рыбинске сменит имидж по желанию владельца, который и заказал проект. Это сейчас торговый центр, и они хотят перепроектировать его на функцию апарт-отеля, так как в Рыбинске острая недостатка гостиниц. И апартаменты, и апарт-отель – это гораздо интереснее в плане инвестирования и в плане проживания. Много лет Ариапак приемной комиссии возглавляет выпускник вуза Михаил Кудряшов. Сейчас он работает на Камчатке, поражен размахом и масштабами Дальнего Востока. Это и подготовка стратегических планов развития городов Дальнего Востока, всех столиц и регионов. Это очень важный момент. Это огромное, скажем так, внимание к инфраструктурным проектам. Кафедри, с которой вырос институт, 34 года. Традиции богатейшие. Выпускники активно участвуют в международных конкурсах. Ежегодно больше десятка лауреатов. Не случайно защита диплома происходит в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Стенды с проектами будут экспонироваться здесь же. Обычно они вызывают неподдельный интерес ярославцев. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. Успели вовремя и не допустили трагедии. Сотрудники регионального МЧС спасли на мосту через Волгу женщину. Видео со счастливым концом из Рыбинска разлетелось по всем соцсетям. На кадрах видно, как на верхнем ярусе моста находится женщина. И в какой-то момент, спешно перелезая за парапет, она начинает свисать с моста. По словам очевидцев, женщина явно была напугана. К счастью, спасатели подоспели вовремя и успели схватить за руки Рыбинку. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. А вот причины такого поведения предстоит выяснить сотрудникам полиции. В Ярославской области замедлился рост цен на продукты и услуги. Об этом городскому телеканалу рассказали в Ярославском отделении Банка России. Так, за май уровень инфляции в регионе снизился на 19%. В магазинах подешевели импортируемые продукты, такие как капуста, картофель, груши и апельсины. Это произошло из-за укрепления рубля и понижения таможенных пошлин. Что касается строительных материалов, дешевле стала металлочерепица. Существенно вырос спрос у туристов на российские курорты. Тем временем, за границей из-за нестабильной геополитической ситуации отдыхать стали реже. Экономисты утверждают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция по стране в среднем снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала о событиях понедельника. Вместе со мной Елизаветой Корегиной рассказывают корреспонденты информационной службы. 85 сегодня исполнилось главному зверолюбу и звероведу страны. Николай Николаевич Дроздов не единожды бывал в Ярославле. Один из визитов он посвятил Ярославскому зоопарку. Приехал снимать для программы наших лам, дикого кота и пернатых. Рассказал в кадре о рецепте медвежьего мороженого. И даже провел ночь на территории. Дроздов автор около 200 научных и научно-популярных статей, 20 книг, учебников и пособий. В 1996 году избран членом Академии российского телевидения. Его в мире животных награждено премией ТЭФИ. Кстати, визит юбиляра в Ярославль пришелся на 1 апреля. Тогда съемочная группа пригласила известного телеведущего поработать на городском телеканале. Вот что ответил академик. Сейчас провинция и центр практически имеют одинаковую роль в воздействии на общественное сознание. Я считаю, что вести передачу на Ярославском телевидении это так же почетно, как и в любом другом регионе нашей великой страны. Так что спасибо за приглашение. В Ярославле сегодня прошел конкурс «Мы с хозяином вдвоем». На сцену вышли шесть участников – инвалидов по зрению со своими четвероногими помощниками. Им предстояло продемонстрировать умение общаться друг с другом, показать, как собаки чувствуют желания и потребности человека. И в целом помогают в быту. Ведь хвостатые, по сути, являются глазами для этих ярославцев. Они должны обладать определенными навыками, знать команды, сидеть, стоять, место, опорты и другие. Собак-поводырей, прежде чем они поедут к своему хозяину, тренируют в специальной школе – в подмосковной Балашихе. Подготовка собак-поводырей у нас начинается с питомника. Они рождаются у нас и переходят к воспитателю питомника, которые ходят с собаками, приучают их к громким звукам, к кошкам, собакам, транспорту. В возрасте восьми месяцев собака попадает к нам, к инструкторам. И мы начинаем уже дрессировку по общему курсу и спецкурсу подготовки. Наши собаки еще обучаются, естественно, провокациям. Что это такое провокации? Это когда незрячий человек идет, какое-то препятствие, например, незрячий задумался, собачка остановилась перед препятствием, а незрячий делает шаг вперед. Но собака не проходит, а собака упирается. И она остается позади, и человек понимает, что дальше идти нельзя. Чтобы воспитать собаку-поводыря требуется не менее полутора лет и порядка миллиона рублей. Лишь потом полностью подготовленной и обученной она встретится со своим новым хозяином. Ежегодно около 60 питомцев отправляются в разные уголки страны, чтобы стать верными друзьями и помощниками незрячим людям. Главное, чтобы получилась пара, чтобы получился тандем неразрывный. На самом деле мы планируем эту ситуацию, мы ее специально создаем. В Ярославле впервые стартовал всероссийский футбольный фестиваль «Мы в игре» лето в Ярославле. Мастер-класс для детей организовал Российский футбольный союз совместно с Российской премьер-лигой. Футбольной национальной лигой и суперлигой. Как проходит обучение самому популярному виду спорта, расскажет мой коллега Владислав Старожук. 12-летняя Екатерина Тищенко приехала в Ярославль из Вологды. Юная спортсменка уже три года занимается футболом. В столице Золотого кольца Екатерина набирается опыта. В этом помогает футбольный клуб «Шинник». Мне в Ярославле всегда очень нравилось. Я езжу сюда, и мне всегда здесь нравится. И то, что здесь вот «Шинник» есть, и то, что вот такие турниры происходят. Мне все запомнилось. Очень много впечатлений от вообще вот этой поездки. На футбольный мастер-класс для девочек приехали даже мальчишки. На фестивале «Мы в игре» лето в Ярославле ребят от 7 до 12 лет обучают азам футбола. Это неплохое начало. Тут и всякие обучающие, то есть эстафеты. Они не просто эстафеты, что просто так, а они какие-то обучающие, чему-то учат. Может внимательности, может ловкости. Мне больше запомнилась эстафета, где мы пролезали под такими небольшими воротами, можно сказать. Мастер-класс проходит на малом поле стадиона «Шинник». На станциях за ребятами следят волонтеры. В первую очередь следить за детьми, правильно поставить, ну, донести информацию до ребёнка. Все дети целеустремлённые, у всех есть некие таланты. Всего станций 10. На каждой необходимо выполнить упражнения. На координацию, ловкость, скорость и технику. И такой вариант может быть, что мальчик или девочка первый раз пришли, попробовали. И некоторым понравится, и они могут дальше продолжить заниматься футболом. Тренеры и волонтеры на поле детям дают базу. Помимо владения футбольным мячом, наставники рассказывают, как правильно и точно бить по воротам. Идея таких фестивалей пришла от Российского футбольного союза, плюс профессиональные футбольные клубы, тоже причастные к организации таких фестивалей, которые проходят с 1 июня по 28 августа по всей России, 22 городах России. Конечно, у каждого ребёнка, безусловно, есть возможность научиться, заинтересоваться и играть в футбол. На фестиваль приехало 135 участников из четырёх спортивных школ, из Рыбинска, Вологды и ещё две из них – Ярославские. Владислав Старожук, Василий Мосин, Новости города. Теперь к погоде. Грозовой фронт с градом надвигается на Челябинскую область. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Поистине, летняя погода придёт в Новосибирск. Здесь плюс 30 градусов. Сильный ветер и туман задержатся ещё на сутки в Омской области. Что в Ярославле в эфир новостей, с ответом выходит моя коллега Ольга Муравьёва. О погоде на вторник расскажу я, Ольга Муравьёва. Здравствуйте. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночь и утро тоже пройдут без осадков. Подробнее далее. Коттеджный посёлок Семейный. Новый эталон загородной жизни. Готовые дома. Земля под строительство. Телефон 33-55-76. Ночью во вторник в Ярославле облачно, без осадков. Температура 10 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Днём во вторник в Ярославле облачно. Температура 19 градусов. Ветер южный метр в секунду. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Ольга Моробьёва. Всего доброго. До свидания. Через мгновение на городском телеканале остросюжетный боевик «Денежный самолет». У меня на сегодня всё. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах и телеграм-канале в студии. Работала Елизавета Корегина. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова